АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР ЖУЧКИН И ВЫ СМОТРИТЕ НОВУЮ СЕРИЮ ПРОЕКТО ОТКРОВЕНИЯ Всем привет, я Евгений, мне 42 года, я лудоман, не бывший, так сказать, тот, который в завязке. Началось это где-то в 2008 году, ну, тогда ставки принимались только в двухмерских конторах, интернета еще не было. Мой друг ходил, так периодически ставил на футбол, я так смотрел, думаю, почему бы нет. Ну и как-то решился, мне не хватало денег на квартиру, я тогда съемную снимал, подумал, почему бы нет хорошей возможности заработать. Я помню 2008 год, на первый день как раз чемпионата Европы по футболу, играл в сборной Чехии с выборной Швейцарии и Португалии. Ну, я поставил «Экспресс», посмотрел, поанализировал, в журнальщике посчитал. Помню, там как раз Питер Чех стоял на воротах. Чехов думал, он же самый сухой вратарь был тогда английской премьер-лиги. Думал, значит, Чехи выиграют и Португалия, соответственно. Получилось, по-моему, «Экспресс» 3.8 коэффициент, ну или 3.7, что-то такое. Ну, кто знает, то поймет, что, то есть, соответственно, я поставил 10 тысяч, то есть, если бы я выиграл, я выиграл где-то там 37-38 тысяч. Ну, поставил. Я еще в баре работал, помню, на Садовой. Не помню, как он назывался, но не суть. Ну и днем начался открыть чемпионата. Помню, единственный момент, я переживать стал, потому что Швейцария были хозяева чемпионата, и я вот это не учел. И думал, ну все, точно, сейчас будет. Проиграю первые свои деньги. Может быть, это было в лучшем, если бы проиграл. Чехи играли, играли. В первом тайме травмировали одного из лучших нападающих. Сборная Швейцария. И он ушел. Это, наверное, как раз мне и повезло. Чехи где-то на 67-ой минуты забили. 1-0, так они удержались. И, соответственно, Португалия тоже выиграла. В итоге выигрыш составил 38 тысяч. Радости полные. Штаны, как говорится. Решил на следующий день тоже, что бы нет. Значит, в принципе, я немножко разбираюсь. Надо попробовать. Мысль была вообще все деньги поставить. 38 тысяч. Сразу там тоже играла сборная Турции. С кем-то еще экспресс тоже составил. Получился где-то там примерно 2 с чем-то. Думал, сейчас 38 поставлю. То есть получилось бы там около 90 тысяч. Ну, думаю, ладно, не буду. Все-таки за квартиру заплачу. Заплатил за квартиру. Поставил. И опять выиграл. Ну, в принципе, где-то в течение чемпионата всего Европы. Я, может быть, там заработал на тысячу сто. Но по тем временам, в 2008 год, это было очень неплохо. Но это, видимо, и засосало. То есть ощущение того, что ты, в принципе, все понимаешь. Я думал, многие люди, кто это ставил, так и думают. Ну, и так постепенно что-то ходил, ставил, выигрывал, проигрывал. То есть, ну, за одно какое-то время интерес. Начинаешь читать, что-то там изучать как хобби. И постепенно зарабатываешь деньги. В принципе, я работал барменом. Я так деньги зарабатывал. Потом появился интернет. Приложение телефонное. И началось. То есть раньше тебе нужно было подняться. То есть подумать, поехать куда-то, поставить. А тут все у тебя в руках. Встал, сигаретку взял, сел на кухню. И все, и начинаешь. Одну ставку выиграл, вторую. А потом не можешь остановиться. Начинаешь постоянно ставить, ставить. То есть весь день у тебя. Те, кто ставит, меня поймут. Где ты выиграешь, где ты этот. И в итоге круговорот. Каждый день, каждый день тоже перестаешь думать о чем-либо. Ну, на работу, да, соответственно. И постоянно ставишь. То есть смысл только в этом. А тут еще, естественно, в баре работал. Все мы выпивали. Ну и вот алкоголь со ставками и все это вообще. Выпил, поиграл, выпил, поиграл. Бывало такое, что вроде выпиваешь, что-то ставишь. Просыпаешься там, смотришь. Либо ты проиграл кучу денег, либо ты выиграл. С алкоголем вещи вообще, конечно, несовместимые. Бывало, конечно, пытался там. Проиграешься, неделю не играешь. Думаешь, так все. Буду по-другому. Буду аккуратненько. Потом я женился. В какой-то момент потом не играл. Может, там полгода, год. Постоянно так думал об этом. И потом потихонечку опять вошел во вкус. Ну, естественно, проигрыши. Потом пошли семейные деньги. На отпуск на дом или куда-то там. Уберешь, отыграл, обратно положил. Жена стала замечать, что я какой-то не такой. Постоянно там о чем-то думаю. Вроде дома, а вроде как не с ней. Ну, потому что ты выходишь там на кухню или куда-то там. Через приложение быстренько бац-бац. Ставочка думаешь, что бы нет. Что время-то терять. Ну, здесь она потом раскрылась. Первый раз как бы попросила нигде не ставить. Естественно, поругались. Второй. Ну, потом очередной момент, когда уже все пошло. В картерары бывает такой момент, когда ты уходишь в пике. Ты проиграешь, проиграешь. Желание отыграться, оно как бы всегда присутствует. Кто играет, независимо. Кто в карты, кто вставки, кто в игровой автомат. Каждое свое. И пошел в пике. Проиграл там, не помню. Сколько я проиграл тогда? Больше ста тысяч, то есть за раз. Ну, и жена все в этот раз сказала, что подает на развод. Так как я не останавливаюсь. Как это было тяжело? Ей это вообще было тяжело. Я только сейчас просто, ну, потом начал понимать. Потому что жить с человеком, который может проиграть. Сегодня там деньги, завтра там, пообразно говоря, что угодно. Ну, естественно, первый момент я переживал, то есть нервничал, не понимал, что почему она так меня не понимает. Как так, как и большинство мужчин, выпил и подумал, что, может быть, я сейчас все решу, отыграю. То есть, ну, в принципе, может быть, я же ничего не думал. Просто нужно было играть. Выпивал, и за несколько дней там я в пьяном угаре во всем это проиграл. И там где-то в общественной штук, там полмиллиона, там, с карточек, то есть, с кредитных. Я проиграл все, что у меня было. С утра я подумал, что, да, либо пришла тут новинка, нужно было решать, либо ты дальше в жопу опускаешься на дно. Потому что все, кто ходил в бакмекские конторы, они же видели там людей, которые там по мелочам собирали 50 рублей и стали делали там ставку онлайн. Я думаю, поймут меня. Я в стороне думал, зачем люди ставят последние 50 рублей, какие-то мелочи. Рано или поздно все равно кто-то либо приходит, либо не приходит. Я решил к этому не прийти и завязал. Тяжело, конечно, тянуло, потому что везде спорт. Я еще в пабе работаю. Все это смотрел. Ну, как бы все уходило так, что я просто с друзьями просто договаривались. Не то, что договаривались, там, типа спора, там, кто выиграет, выиграет, не выиграет. Но на этом так все и закончилось. В общем, с тех пор я больше не играю. И помоги мне в этом. На самом деле жена, хоть, конечно, мне и пинок даю. В этот момент, может, и нужно было мне дать такой пинок, чтобы я как-то пинулся и понял. Друзья английские, которые говорили мне не надо, ну и поддерживали в тот момент, когда мне было тяжело. А еще помогла моя мама, Царство Небесное. Она умерла два года назад, но тогда она еще была жива, была жива. Мы с ней, ну, когда развелись с женой, естественно, там, нужно было сказать маме об этом. Сказала, она сказала, причина, ну, вот, я играю. Ей большое спасибо, что она, как бы, не стала меня ругать. Хоть, конечно, и взрослыми, но всегда для мамы их дети в любом возрасте. Она меня поддержала и сказала, что давай, сын, как бы, соберись. Надо, ну, жить дальше, как говорится. Ребята, всегда можно выйти из ситуации. Главное, нужно захотеть. И вам помогут. Это точно. Нет бывших алкоголиков, нет бывших лудоманов, нет бывших наркоманов. Мы всегда остаемся ими. Но мы просто должны понимать, что нам это нельзя. Потому что если ты сделаешь один шаг, второй в эту сторону, то все, ты опять уйдешь, ну, в какой-то пропасть провалишься. Потом либо ты из него уже не вылезешь, либо тебе опять придется то же самое выходить. То есть всегда нужно понимать, что это не уходит, оно в тебе. В какой-то момент, как будто ты его в клетку запираешь, зверя этого там, и все. Лишь, главное, отнестись к этому нормально, что мы не идеальные, люди не идеальные все. У кого-то свои проблемы. Ну, каждый своего зверя должен прятать. Кормить не надо. Надо просто его спрятать. Потому что он сидит и он ждет до последнего. Только что вы посмотрели новую серию проекта Откровения. И хочу сказать от себя, что если вы увлекаетесь ставками на спорт и уж не можете без этого жить, то делайте эти ставки обязательно с умом, друзья. Если вы чувствуете, что вы проигрываете, лучше отложите ваш гаджет, а по-хорошему вообще не возвращайтесь к ставкам на спорт. Меня зовут Александр Жучкин. И если у вас есть интересные истории и вы хотите, чтобы эту историю услышали люди, обязательно присылайте мне ее в инстаграм или в ВК. Там у меня открытая личка. До новых встреч, друзья. До завтра. Пока.